Привет-привет, мои хорошие! Сегодня у нас шикарная погода, и грех было не выйти. Мы со Светой вышли погулять. 9 мая у нас сегодня. Я всех поздравляю с победой. Моё поздравление прозвучит с запозданием. Ну, ничего. Мы приехали в парк, чтобы дети подышали свежим воздухом. Они сразу же уснули, как только мы вышли с машины и уложили их в коляску, сразу уснули. Даже сынули, даже ещё в машине спал. Повторюсь, погода просто суперская. Наконец-то в Измире погода наладилась, потому что за пятый год проживания в Турции, в Измире, я такую погоду в мае никогда не наблюдала. Было холодно, был ветер, были дожди. Дождь, ветер бывает в Измире, но чтобы погода была такая холодная прямо в мае, я такого не помню. И вот теперь она, наконец-то, наладилась. Надеюсь, уже всё. Потому что хочется всё равно тёплых денёчков, хочется. Хочется поскорее на дачу, море детям показать, чтобы они ощутили, что такое морская водичка. Хочется, хочется поскорее. Так, погуляем здесь по парку, потом не знаю, какие планы. Наверное, к морю пойдём или куда пойдём, не знаю, Свет, куда пойдём. Планов нет. Вот что захочется, то и будем делать. Посмотрим на поведение детей. О, здесь детская площадка есть. Я на этой стороне парка ни разу не была. Я не люблю эту детскую площадку. Почему? Неудобная она или что? Песок. А, песок. Не покрыто. Не покрыто, мягкого покрытия нет, да? Вот, ну здесь просто одно наслаждение гулять. Я который раз говорю, как жаль, что возле нашего дома нет такого парка. Есть у нас там какой-то парк, но там с коляской гулять вообще невозможно, потому что он на склоне находится. Счастливые люди, которые живут, на самом деле, вот возле него можно прийти подышать. Так. Вот так вот. Вам тоже всего самого хорошего. Зелени и солнца побольше в вашу жизнь. Такие красивые цветочки у нас тут в парке. Цвет очень красивый. Так-то здесь цветов немало. А вот и мой щенуля. Солнышко, мамина, проснулась. Да, маминя. Пупщик, маминя. Но он еще с сонными глазками, потому что он не выспался. Здесь, как говорят, брак района Алсанджак. Дворец бракосуществования. На дворец они похожи, но... А, да, вот там, в принципе, написано. Кольца, видишь? Эвлен Дермисал, оно написано. Да, да, да. А я даже не знала этого. Видите? Век живи, век учись. Мы все еще в парке, все еще гуляем, выгуливаем деток. Ну и себя заодно. Сейчас пойдем где-нибудь перекусим, наверное, да? Да, я нельзя перекусить. Это как-то классно. Я у разу не держу. Мне пока можно. Пытается топать. Мамин. Рассматривает обуви, все, тень он любит рассматривать. Уже интересно, падает тень. За тенью, за тенью идет. Он одновременно на стене ловил тень свою. Давай пальчики, дай пальчики. Ну, давай сам. Попщик. А здесь суаннышка на этой стороне. Глаза падают, да? Да. Подожди, 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 подожди. Спешит прям. Да, спешит, не то слово. Пойдем, пойдем? Он и ползает же у меня быстро-быстро. Ой, ведь правда ползал, знаешь как, задом наперед. Так и не ползал он вперед, как обычные дети, да? Задом наперед ползал. Интересно. А пошел уже год и четыре. Мама его так кормила. Плотненько. Погуляли мы со Светочкой. Посидели в кафе, поели домашней еды турецкой. Потом опять погуляли. Сейчас идем в поисках кондитерской, которую открыла наша девочка. Русскоговорящая девочка. Надеюсь, мы ее найдем. Она, в принципе, ее открыла давно. Ну, эту кондитерскую. Но у нас со Светой не было возможности туда попасть. Сейчас. Да, Светы не было в городе. Меня тоже не было. Потом вернулась, но время не было. Сейчас, надеюсь, у нас получится найти эту кондитерскую. Погода такая же отличная. Дети снова уснули. Так, в той стороне, да? Мы ищем улицу, которая называется Итальянская. Ой, там Хилл, там по направлению. Может, к мужу моему быть? Мы все еще идем, 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 идем. Идем, идем. Ищем ту кондитерскую. Ну, прям так ищем. Не ищем. Мы по дороге ходим, свои делишки делаем мелкие. И идем. Как красиво начинает цвести вот эта вот дуга из деревьев, которая была лысой. В этом районе совсем другой контингент. Я каждый раз об этом говорю, когда снимаю вам. Вы, наверное, и сами замечаете. Опа! Авария у нас. Мексика, сука. Следующая, наверное, Италия. Тут Мексиканская улица, нам нужна Итальянская. Ну, вот только в этом календаре, который... Ну, да, как ты и говорила, этот, СНР. Как видите, да, парковочных мест. Днем с огнем, не на льдешь, ни днем, ни ночью. Так, здесь какой-то ресторан на реставрации. Направляйтесь, говорит, на восток, да? Так, вот это что за улица, интересно. Вы знаете, в итоге мы нашли ту, как это называлось место? Мы искали кондитерскую. В итоге это было не кондитерская, а ресторан. С выбором всего четыре вида сладкого. Мы искали вида сладкого. Конечно, мы там не сели. Мы пришли в другое место. На французскую выпечку. Это как хошка, это закажешь. Да? Заказали себе пироженьки. Вот. Спасибо большое. Официантам желают приятного аппетита. Знаете, из-за чего я вообще взяла телефон-зубки? Почему здесь такие красивые цветы? Это, по-моему, бугенвири, если не ошибаюсь. Сейчас я переверну камеру и сниму, да. Привет, привет, мои хорошие. У нас утро. Я, как всегда, готовлю гёзд для мешки. Начинка все та же. У меня лук, творог, сыр типа голландского, яйцо и чуть-чуть соль. Вот так вот жарится все на медленном огне. Складываете в этот лавашик. Закрываете, жарите. И сейчас я буду смазывать сливочным маслом. Кусочком сливочного масла. Можно не смазывать, но я люблю смазанное. Вот такой вот у нас будет завтрак. Деткам приготовила кашу. Это из булгура. Булгур – это пшеница, обработанная паром. И со второй стороны тоже желательно смазать. С маслом, конечно же, все вкуснее. Не зря же, говорит, кашу маслом не испортишь. Булгур и вареная курочка. Здесь надо минут 10 еще подождать. Водичка должна впитаться. Здесь кроме булгура, вареной курочки и масла, чуть-чуть соль, больше ничего нет. Сегодня так. Вот так вот. Всем приятного аппетита. Кто за столом? Привет, привет, мои хорошие. Очередной день, очередной влог. Мы находимся в клинике частных, которые постоянно обследуют деток. Пришли на плановый осмотр к педиатру. Прошел месяц. Дюкрашка у меня на руках. Сынули с папой там они шагают, гуляют. Мы опоздали на полчаса, у нас был рандеву, точнее была запись. Опоздали на полчаса из-за того, что пробки были на дороге ужасные. Дорогу там ремонтируют, поэтому были пробки. И теперь нам приходится в очереди ждать неизвестно сколько. Не знаем, сколько ждать. Прием по страховке мужа стоит в частной клинике на одного ребенка 60 лет. Это по страховке. Да, мамина девочка? Вот. Она сегодня серьезная-серьезная. Да. Готовы идти к доктору. Наши педиатра русскоязычная азербайджанка. Но она очень-очень много лет работает и живет в Турции, поэтому говорит на турецком и на русском. Да, мамина девочка? Все к маме. Вот так вот. Почему я пришла к педиатру, в принципе проблем нет. Это рост, вес узнать. Это все. Аслан. Аслан. Ой, ебой меня. Он синего-плизный. Знаете, потому что у него был дневной сон, когда мы его разбудили. И пришлось одеваться и ехать. Я до последнего ждала, думала, сам проснется. Спал где-то часа два, проспал, но ему этого не хватило. Поэтому он капризный сейчас. Ай-яй-яй. Очередь. Закончился наш осмотр у педиатра. Как всегда, все хорошо. Сейчас скажу. Рост за фрашки 68 см. Вес 6,3 мм. У Аслана рост 74 см. Вес 8,5 мм. Алден или Адин? Глава Дмит. Из-за того, что сынули постоянно. Раза три или четыре головы ударился. Я захотела сделать МРТ. Честно сказать, доктор надо мной посмеялась. Но так как я настаивала, я говорю, хочу сделать МРТ. Она согласилась, дала нам направление. И записались, записались. Но вот проблема, то что дети должны... А, и дочку тоже записала заодно. Проблема в том, что дети должны спать на МРТ. И всю ночь они не должны спать. Утром мы их приведем. Ну, всю ночь там не спать. Я как-нибудь выдержу, ничего страшного. Утром мы их приведем. И если они сами не уснут, то нужно дать им лекарства. Вот муж бегал сейчас здесь в аптеке. Не смог найти именно это лекарство, которое нам доктор назначила. Такое, знаете, чтобы мне было вредным для ребенка. Пока не смогли найти. Посмотрим. Сколько стоит снимок МРТ? Не знаю. Не спросила у мужа. Прошу, узнаю. Скажу. Сынуля уснул. Спит в колясочке мами на сокровище. Доча, конечно же, капризничает. Муж забрал ее. Там они уходят. Вот так вот. Короче, все так же идет. У нас по плану все прекрасно. Вон она, дочь и сын. Дочь и сын, я хотела сказать. Дочь и мужем. Канзаль. Всем всего хорошего. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok